Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами пиде. Вот такая вот аппетитная, смешанная. Я взяла совсем и взяла томбик. Но он выглядит просто как обычный донер, если честно. Это совсем не томбик, но зато доставка была прям до двери. Я подумала, как круто! Возьму-ка я именно у них. Приехала из деревни буквально 2 часа назад. Надо говорить правду, мне привезли прям горячие. Пока я все расставляла, пока туда-сюда, уже остыла. Я просто не ожидала, что они так работают оперативно. В общем, у меня без происшествия. Твикс прекрасно себя чувствовал. Представляете, весь свой корм съел. Просто единственное соскучился. Приехали мы тоже хорошо. Влоги из деревни будут выходить. У меня будет 3 влога. Самый длинный, который будет посередине. Здесь у меня кофе 3 в 1. Горячие. Так, что я вам хотела рассказать из новостей из деревни? Что я вам хочу рассказать? Помните, я вам рассказывала про соседа? У нас, в общем, есть участок. Дополнительный, где можно построить дом. И, в общем, на этом участке мы посадили черешню. И она, в общем, высохла. Потом мы посадили другие деревья. Нам начали говорить, что дело в том, что вы вкладываете деньги, вкладываете свои силы, ухаживаете, удобряете. Нанимаете человека, и человек плевает этот участок. Но ваш сосед напротив, когда вас нету, а нас бывает очень часто нету в деревне, пускает своих коров в ваш участок. Что делает корова? Естественно, начинает кушать вкусные молодые деревья. И мама один раз объяснила. Потом нам другие соседи начали говорить, что вот много раз видел их там. А у нас проблема в том, что у нас забор, получается, в одном месте немножко помят. И там спокойно может пройти корова. Я как раз в этот день снимала влог. Мы идем в наш участок. И у нас этот конфликт постоянно происходит с соседями напротив. В общем, мы видим, что перед их воротами стоит несколько девушек. Несколько сидят. Как только они видят, что мы идем, просто со скоростью света бегут к нашему участку и выводят оттуда корову свою. И мама даже сказала, вы думаете, вот так вот оперативно вывев корову. Мы это не заметим. Прямо перед нашим носом вы это делаете. Я маме еще тогда сказала, я говорю, хватит с ними мягко разговаривать. Позвали их мужа. Поговорили. Я сказала, что это мое имущество. Не в зависимости, это участок или дом. Если ты переступаешь порог моего участка, это уже наказуемо. Я говорю, представьте вас в нашей ситуации. Вам бы было приятно, если вы вкладывали силы, время, терпение, деньги. А чьи-то животные просто это съедали. В общем, уже в грубой форме мы это ему объяснили. Я даже во влоге там свое недовольство выразила. Что мы видим в этот раз? Мы сначала даже не узнали наш участок. У нас было место, где сетка немножко была промята. Где спокойно могла пройти корова. В общем, это место выровняли. Все аккуратненько, красиво. И вроде как ни одной коровы там не было и нет. Это нам, конечно, приятно, но почему нельзя было это сделать с первого раза? Обязательно надо грубо говорить, обязательно надо как-то ругаться, переходить на какие-то оскорбления. мы сто раз говорили этим соседям скосите траву, дайте своим коровам. Мы не против абсолютно. Им не охота косить. Они просто берут свою корову, приводят к нам на участок. И проблема в том, что корова ест не только траву, но с большим удовольствием ест деревья. Вот в чем претензия заключается. Так нам не жалко эту траву. Пусть ест бедное животное. В этот раз, слава богу, они сами закрыли наш участок, чтобы подобных конфликтных ситуаций не было. вообще жить в деревне сложно. Сложно контактировать с разными людьми. Здесь в городе просто зашел к себе домой, закрыл дверь и все. В деревне сложно. Соседка пришла к нам, жаловалась на других соседей. У нее тоже с кем-то конфликт. А когда ты находишься в конфликтной ситуации с человеком, тебе неприятно каждый раз. Ты выходишь из дома, видишь этого человека, идешь на чью-то свадьбу, это не томбик, это обычная шаурма с мясом. Какие еще новости из деревни? У нас был сосед в деревне, который служил на войне, на Карабахской, на последней, с армянами, и ему дали дом, дом из Баку. Государство выделило дом. Ну как, квартиру. Это хорошо, конечно. Дом, квартира, это всегда хорошо. Мама сказала, что они с бабушкой приедут где-то через 4-5 дней. Я предлагала приехать всем вместе. Они вроде собрали орешки. Они просто хотят, чтобы цена за орехи чуть-чуть поднялась. Но проблема в том, что каждое первое сентября наоборот цена падает, потому что все готовятся к школе, покупают какие-то школьные принадлежности и все идут сдавать свои эти орехи. Поэтому цена падает именно в сентябре. в начале сентября. А мы не можем там оставить и приехать. Либо с этими орехами кто-то должен находиться там. Но учитывая, что это небольшие деньги, то есть это немного, это не 200-300 килограмм, это совсем чуть-чуть. там одну сумочку приготовили для брата моего двоюродного. соседка к нам приходила посплетничать. деревенские люди каждый пытается тебя как-то использовать. Я вообще стараюсь избегать людей, которые при любой удобной ситуации пытаются воспользоваться тобой. как-то обмануть тебя. Надо окружать себя приятными людьми. А к сожалению в деревне это сделать невозможно. Ты вынужден общаться со своими соседями. у нас есть одна соседка и вот другая соседка приходила и жаловалась на нее. Она в общем что не берет никогда не возвращает. Например приходит к тебе домой и говорит слушай у тебя есть такая например тарелка мне очень нужна большая на стол класть. ты даешь проходит неделя месяц второй третий тебе никто ничего не возвращает. Я сама была свидетелем у нас у одной соседки была свадьба дома и у нее было очень мало ковров и она попросила другую свою соседку как бы дать на время свадьбы один большой ковер и она дала свой самый красивый а эта соседка взяла этот самый красивый ковер постерел прям у подножия то есть люди где переобуваются вот там эта соседка приходит на свадьбу и видит что ее ковер там где все разуваются естественно там кто-то ходит уже в обуви прям посередине свадьбы конечно было неудобно вырывать из рук и относить его домой но после свадьбы она с ней поговорила на что она ей сказала подумаешь из-за ковра со мной ругаешься его же можно помыть но если его можно помыть почему ты ставишь именно этот ковер у подножья у нас к счастью особо таких конфликтов с соседями нету это знаете почему потому что нас в основном не бывает там мы просто приезжаем летом и уезжаем а те кто на постоянной основе там находятся они уже все переругались друг с другом на этом все мои хорошие спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно ставьте лайки подписывайтесь пока